В представленном оппозиции проекте заявления НС ответа на заявление Азербайджанского парламента от 8 ноября сего года содержались формулировки, которые не соответствуют нашим представлениям. Об этом сегодня, 2 декабря, на внеочередном заседании парламента заявил глава комиссии по внешним отношениям, член правящей партии, гражданский договор и содокладчик по вопросу Эдуард Агаджанян. Агаджанян отметил, что по очень многим пунктам в ходе рабочих обсуждений с оппозицией удалось достичь общего знаменателя. К сожалению, были положения, по которым позиции были принципиальными, почему к согласию прийти не удалось, заявил Агаджанян, подчеркнув, что не намерен вдаваться в детали и представлять подробности несогласованных пунктов. При этом Агаджанян не опроверг представленных основным докладчиком, оппозиционером Андраником Тиванином подробностей и конкретных положений, против которых выступили в КТ. Он отметил, что предложенные блоком Армения формулировки были проложением и повторением логики, проводимой в довоенный период внешней политики. Однако, продолжил Агаджанян, результатом этой политики, реализуемой в последние 30 лет, стала существующая сегодня ситуация. В противовес этому утверждению приводятся доводы о том, что де-факто продвигаемая повестка мира не гарантирует безопасности Армении и Нагорного Карабаха. Заявил он, задавшись вопросов, станет ли гарантией исключения военной эскалации и безопасности Армении и Арцаха употребления предложенных. По его словам, с учетом глобальных геополитических процессов, а также деструктивной, сегодня ничего невозможно исключать, в том числе и военные провокации Азербайджана. «Для нас сегодня очевидно лишь одно – главной, если не единственной причиной того, что каждая провокация Азербайджана сталкивается с осуждением международного сообщества, является нацеленной на обслуживание мирной повестки дипломатии Армении», – заявил депутат. Агаджанян отметил, что оппоненты задались вопросом, влияет ли осуждение и давление международного сообщества на Азербайджан, продолжающего агрессию. Депутат решил ответить вопросом на вопрос, а насколько повлияла на это проводимая в последние 30 лет внешняя политика, которая привела к дипломатической изоляции Армении, на сложившуюся сегодня ситуацию. По нашим оценкам, однозначно да, – заявил депутат. Цель сегодняшней власти – вывести Армению из дипломатической изоляции и сформировать международную консолидацию вокруг Армении. А для этого, считает Агаджана, как минимум, необходимо использовать такой лексикон, который бы воспринимался международным сообществом и был для него приемлем. Предложенные в проекте заявления НС-формулировки не только не способствовали достижению международной консолидации, но и наоборот, содержали риски отклонения от этого пути, считается докладчик. Предпринимая тот или иной шаг, необходима четкая оценка возможных рисков и последствий. Наш анализ показывает, что предложенная блоком Армения терминология приведет больше к формированию рисков, чем поспособствует продвижению мирной повестки. «И мы, будучи властью Республики Армения, несущей ответственность за страну, не можем принять заявление, которое содержит подобные риски», – подчеркнул он. Напомним, что власть и оппозиция в ходе рабочих обсуждений не сумели согласовать текст, составленного блоком Армения проекта заявления. В оппозиции назвали противоречия фундаментальными и выразили сожаление в связи с тем, что в парламенте Армении могли возникнуть противоречия подобного содержания. Немногим ранее основной докладчик Андрей Никтиванян представил в рамках заседания, по каким конкретно пунктам не удалось достичь консенсуса. По его словам, члены правящей партии возражали в связи с использованием в проекте заявления формулировки «Нагорно-Карабахатская республика», перечеркнув слово «республика» в рабочем документе. Также были возражения в связи с использованием в документе формулировки «широкомасштабная военная агрессия против самоопределившейся в ее собственной исторической территории НКР». Представители правящей силы предлагали использовать формулировку «агрессия против армянского населения Нагорного Карабаха». «Это бы означало, что мы рассматриваем арцахцев как нацменьшинство Азербайджана. Для нас это неприемлемо», заявил Тиванян. Третье противоречие было связано с представленным в проекте заявление положением об осуждении Шушенской декларации. «Это положение и вовсе предлагалось изъять из документа», заявил депутат. Также предлагалось изъять и положение о том, что Армения будет поддерживать реализацию права арцахских армян на самоопределение, обеспечение безопасности и международного признания арцах. «Хотел бы напомнить, что эти обязательства исходят из Декларации независимости и законов страны», заявил оппозиционер.